Американским властям пришлось дать объяснение по поводу кадровых перестановок в украинской нефтегазовой компании. Частный концерн, один из крупнейших в стране, назначил совет директоров Хантера Байдена, сына вице-президента США Джозефа Байдена. Направдываться перед журналистами была вынуждена Дженнифер Псаки, официальный представитель Госдепа. Те задали ей простой вопрос, не приведет ли к конфликту интересов принятие на работу в концерн Байдена-младшего, и не станет ли это рассматриваться как вмешательство во внутренние дела иностранного государства. Есть ли у вас какие-либо опасения по поводу возможных интерпретаций конфликта или по поводу кумовства, в котором вы зачастую обвиняете русских? Нет, он частное лицо. Хорошо, но тогда российские и украинские олигархи, которые контролируют это, все они, по-вашему, тоже частные лица, правильно? Разумеется, мы не стали бы относить их в той же категории. Мне интересно, есть ли опасения по поводу того, как русские и украинцы воспримут участие в этом сына вице-президента США, учитывая нынешнюю ситуацию? Нет, никаких опасений нет. Схожую позицию озвучил и Белый дом. Джей Карни заверил, что новая должность Хантера Байдена не означает какой-либо поддержки со стороны администрации президента или вице-президента США. Правда, здесь стоит напомнить, что месяц назад Байден-старший во время визитов в Киев обещал новым властям добиться энергетической независимости. А компания, в свою директор, в которую вошел Хантер Байден, как раз занимается добычей и реализацией природного газа на внутреннем украинском рынке. В связи с этими кадровыми перестановками пресса вспомнила скандал десятилетней давности, когда стало известно, что в начале кампании США в Ираке, еще до разгрома Багдада, дочь другого вице-президента Дика Чейни готовила контракты на добычу нефти на территории республики.